Здравствуйте! Приветствую вас на YouTube-канале Процветок. С вами Ломонос Петр. Сегодня мы поговорим о картофеле, культура, которая многими любимая. Сейчас июль месяц, вроде бы жара, картофель надо будет скоро созревать. Так вот, немногие знают, что в эту пору урожайность картофеля можно повысить примерно на 40%. Что необходимо сделать с нашим картофелем? Ну, самое первое, что, конечно, все советы будут касаться условий вашего небольшого участка. Если у вас под картофелем занята 1-2 сотки, если у вас там гектары, значит, эти советы вам не совсем подойдут. Хотя кое-какие элементы вам тоже пригодятся. Ну, во-первых, как видите, наш картофель как бы еще не весь отсвел, он еще цветет. Так вот, знайте, что удаление цветков картофеля повышает урожайность на 15%. То есть, удалим цветки, мы повысим урожайность. И вдобавок, значит, что не будут завязываться зеленые плоды, мы не будем засорать наш участок семенным материалом картофеля. Поэтому обратите это внимание. Следующее, о чем очень многие не знают и просто, может быть, не догадываются. Значит, вот так, когда картофель отцвел, первые 2 недели после отцветания, очень полезно привести подкормку картофеля. Но не под корень. Это и трудно, и это и трудоемко. Мы берем обыкновенное удобрение. Значит, нам что подойдет? Нам подойдет монокалий фосфат. Удобрение такое очень хорошее. Эта ложка такого удобрения создает чудеса. Нет монокалия фосфата. Мы можем взять кристаллон. Значит, можем взять и гориколу. Можем взять любые другие удобрения. Смысл в том, что эти удобрения должны содержать очень мало азота и не содержать вовсе. И вдобавок к этим удобрениям мы добавим борную кислоту. Из расчета 2 грамма борной кислоты на 10 литров воды. Так, ну кислоту, конечно, вы уже не первый раз обрабатываете. Вы знаете, кислоту необходимо растворать в горячей воде. В кипятке растворили. И после этого мы разбавляем до объема 10 литров. Растворяем мы пол-литра воды. И до 10 литров потом разводим уже готовый раствор. И в холодной воде она не растворается. Эти удобрения, что я показал, они прекрасно раствораются в холодной воде. Так вот, после этого, как мы сделали такой раствор сборной кислоты и удобрений, с преимущественным содержанием фосфора и калия, мы обрабатываем наши картофель по ботве. То есть, даем некорневую подкормку. Сделайте, и вы увидите, как ваши клубни потом к осени нальются, будут крупные клубни. Хорошие, и вдобавок, они будут очень хорошо храниться. Значит, данный прием удаления цветков и подкормки картофеля очень эффективен на средних и поздних сортах, которым, как бы, в наших условиях не всегда хватает климата. Потому что ранние сорта, как бы, уже к концу июля месяца, уже начинают увядать. Ботва желтеет, и эффекта, конечно, на ранних сортах вы уже не получите. Эту работу надо было сделать в начале июля или в конце июня месяца. Вот знаете, почему такой вроде простой прием, эффективный, не всюду дает эффект. Значит, ранние сорта мы опоздали, а вот средние и поздние сорта картофеля по срокам созревания мы еще можем сделать и получить прекрасный результат. Способ, конечно, очень простой, нетрудоемкий для ваших небольших соток, да и на больших площадях можно прискочим пройти картофель и обработать. Но результат того стоит. Урожайность картофеля повышается примерно на 40%. То есть за счет такого простого приема, как вне корневая подкормка картофеля в июле месяце, мы очень резко повышаем урожайность. И, соответственно, очень резко улучшается сохранность картофеля зимой. Удачи вам! Смотрите наш YouTube канал, подписывайтесь. До новых встреч. До свидания.